Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Марта, Ев, Мартик» и я, Цветана Паскалева, снова с вами. Сегодняшняя тема – трудоустройство молодежи. Кому из нас еще в раннем детстве не приходилось отвечать на вопрос взрослых, кем ты хочешь стать? Как правило, малыши называют самые простые профессии. Однако с возрастом жизненные ориентиры резко меняются в пользу престижной работы. Это можно понять, ведь от профессии зависит будущее каждого из нас. Естественно, что ее выбор становится одним из важнейших решений в жизни. Одна моя знакомая, специалист французского языка, решила по окончании вуза стать переводчиком. Но обращение в центр занятости и упорный поиск работы в частных фирмах ни к чему не привели. С годами, разочарованная безуспешностью своих стараний, девушка утратила интерес к делу своей мечты. И знанием французского блистало лишь дома в общении с мамой, выпускницей престижного российского вуза. Пройденный тернистый путь, сопряженный лживыми обещаниями работодателей, психологически ее надломил. И только уехав в Россию, она нашла работу по душе. С тех пор прошло немало лет, и недавно я узнала, что она вернулась на родину из патриотических побуждений. Кстати, на сей раз ее пригласили занять вакантную должность в солидном государственном учреждении. Правда, по знакомству. А сколько еще молодых перспективных специалистов Армении находятся в долгом поиске достойной работы и заработка? Как им быть? Какие шаги предпринимает государство для поддержки на местном рынке труда энергичной, образованной и по-новому думающей армянской молодежи? Ответ на эти вопросы постаралась найти наш корреспондент Айлита Челингарян. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 покуп力 терπ ДimaTorzok ДimaTorzok Докsty Д ethic Пр wis ,, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Десятки частных центров Предлагающих различные услуги по трудоустройству Как в Армении, так и за ее пределами Причем они, как правило, обещают привлекательный заработок Деятельность подобных фирм не подконтрольна Сегодня никто не знает, сколько их в Армении И чем они конкретно занимаются Известные случаи, когда направляемые ими за границу трудовые мигранты Становились жертвами трафикинга Правда, есть среди них и не запятнавшие себя частные фирмы Молодым стоит быть осмотрительной, выбирая фирму Которая, по сути, берет на себя обязательства По такому важному вопросу, как трудоустройство Фактически это начало самостоятельного жизненного пути Ведь так важно не ошибиться в этом А ртен 2 тарию ашххатанки 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 ЛИЛИ-ИНГОРЦАКАЛУЩИУННЕРЫЕ УГОРАРКЕЛ ИНГОРЦАТУЕЙ МОТ МИКАНИЯ АНКАМ. АВТОМИКАНИЯ АНКАМНЫЕ ЛИЛИ-И ПОХАРЕН, МЕГАМИЗ РЕТО, МЮЮЗ-ЕРИ ТАСАРДИН ЕМ БЕРЕЛ, ИСК ТАЦАТЬ ЧЕНЧИН ГУМАРЫ СТИПФАЦА ЕГЕЛЕЛ КИСЕЛ, УРИШНЕРИ ХЕТО. Իրանք պայմանավորված են լուբոյ, իրանց գործատույի հետ, վջարում ես իրանց այդ 50 տոքոսը, կամ իրանց այդ 40 տոքոսը, եվ մեկ ամի սաշխատանքի անցնլուց հետոը, էլ չէ սաշխատում։ լիլին մեր նկարահանող խմբի հետ միասին գնած երևանյան աշխատանքային գործակալություններից մեկը, այստեղ նա դեռ չեր հասցրել դիմել։ Աշխատանքային գործակալության տնորենը երիտասարդների երկար պնտրտուքները տարորինակ չի համարում։ Այս աշխատանքային գործակալությունում մեզ հավատացնում են, որ աշխատանք պնտրող յույականչուր մարդ, նույն իսկ մեկ աշխատանքային որվա համար պարտադիր գումար է ստանում։ Լիլի իհարցաթերթիկը լրացնելուց հետո գործակալության տնորենը շտապեց հուսադրել նրան։ լեզուների իմացություն է են։ Ես կը խնդրեմ ուղայքի լրացնես այն լեզուները, որոնց դու տիրապետում ես։ Եվ ամպայման նշես տիրապետման մակարդակը, լավ, բավարար, գերազանց։ Եվ խնդրում եմ նշես այն ծրագրերը, որոնցով դու կարող ես աշխատել, ոչ թե ուղայքի գիտես իրենց մասին։ Համակրգ չէ են գիտելիքներս, որդ Excel գիտեմ, մեկ է։ Excel-ին տիրապետում ես։ Կիրապետում ես։ Աշխատավարցը, որը դու ակնկալում ես, որից ծացր անիմաստ այք ես աշխատանք առաջարկ էլ։ Այս կարծում եմ գոտվյալները բավականին նորմալ տվյալներ են ու նույնիսկ ես պահին մենք կարող ենք ես առաջարկներ անել։ Լիլին աշխատանքի ուղեգիրը ստացավը ոկևորված շտապեց նշանակված ժամին, նշանակված տեղում նոր գործատույի հետ հանդիպման։ Այս անգամ նրա հերթական պնտրտուկը ավարդվեց հաջողությամ։ Я делала программой по проблемам трудоустройства неоднократно. В 2006-м в Агентстве Государственной службой занятости было порядка 100 тысяч заявок на подходящую работу. Помню многолюдный коридор с очередями и непрерывно снующими туда-сюда нетерпеливыми людьми со всевозможными необходимыми бумагами. Недавнее пребывание в том же Агентстве поразило меня безлюдными длинными коридорами и множеством плотно закрытых дверей, куда никто не входил. Очевидно, это говорит о том, что Агентство неэффективно и доверие к нему со стороны людей, ищущих работу, минимальное. В последнее время я часто задаюсь вопросом, почему бы не адаптировать к армянским реалиям так называемую дуальную систему образования, которая успешно практикуется в Швейцарии, Германии и Австрии. Подтвержденное практикой преимущество дуальной системы образования для государства – это низкий уровень безработицы, особенно среди молодежи, высокая конкурентность и инновационность экономики. Дуальную систему обучения на Западе недаром называют вакциной от безработицы. Мне кажется, что было бы уместно приложить умный трансфер отдельных элементов дуального обучения и в нашей стране. Думается, в этом случае местный рынок труда обогатится новыми профессиями, появятся новые рабочие места и в целом с годами заметно оздоровится экономика. До встречи через неделю. С вами была Ваша Цветана. Редактор субтитров А.Семкин